добрый день мои дорогие друзья сейчас мы находимся возле не в самом считается как бы это город рядом с городом августов польша заезд viva ресторация опять у нас начинается какая-то поездка вот такая вот местность пойдем попробуем что-нибудь перекусить сейчас время обед 12 часов потом я вам все расскажу сейчас даже скажу что татьяна заходил спагетти карбонара двадцать из водах ой часа заправлю я уже уметь клоен короче свинина в хлебе там с овощами 32 злотых потом томатный сок не знаю сколько он стоит и татьяна кока-кола заходила всего и заплатил это все девятых сняли у меня 1557 короче такая обстановка обожаю пить томатный сок в поездках кто смотрел заметил я везде там в экзотических странах заказать она всякую бояку подают такое аккуратное место короче понятно что там люди могут вечно здесь такой стильная американские тем да не только американские разные международные регистрационные знаки автомобиль сейчас приду в машину а там снято свинчены завтра будут здесь и сеть на стенке ладно буду дать наше блюдо спагетти баллонеза принесли довольно быстро минут десять минут посидели хорошего удачно ну как на вкус ну как нормально чем пахнет то хоть как вкус как один известный блогер там оценивает блюдо расскажи там что там на послевкусие вот у меня короче мясо с овощами хлебе сейчас посмотрим хлеб такой не белый белосерый горячая с огурцами и с луком должно быть я разговаривать не буду интересно потом хлеб съедать надо короче я поставлю в тупике что делать с этим хлебом оставлять его или нет мягкий я думал там огурцы огурцы это отдельно не маринованные соленые вкусные по еда сейчас это же не мясо молоко пахнет и посмотрю будет аппетит хлеб схем ну ладно при этом чем аппетита короче льву соглах сейчас мне в сторону влюблено у нас там лечовка тоже покушаем не знаю погулять наверное не успеем уже время много дорога дальняя еще почти 300 км ехать и потом поговорим ехали мы ехали едем мы едем проехали 100 км доехали до города Белостока ну это так для информации просто скучно стало решил маленько приснимать через один километр круговое движение первый съезд ну в принципе не сам Галовосток ну вернее сам Галовосток просто это круговая дорога а трасса идет на Люблин у нас перед Люблином там потом расскажу что там за поселок в котором забронирована ночевка чисто такая транзитная остановиться я не знаю там покушаем наверное погулять ну может прогуляемся посмотрим ну едем у меня тут казус случился полиция остановила документы забрала все проверяли там минуты через 200 метров круговое движение первый съезд пропустили вот едем дальше какая тут ситуация вот мы приехали городок маленький Котск Котск где-то посередине Польши не доезжая 50 км до Люблин если ехать с севера из Эстонии город посмотрю а там какие десертные печати с этого хожу вообще-то ничего нет поселок поселка вот такой отель ресторан президент там внутри был мы там приписались там в стиле барокко все солидно сейчас покажу вот такой ресторан ресепшен два процента мне нравится как десятизвездочный отель там люстра у нас как всегда на галерке все не помню забыл я хотя нет вам же такой аккуратный старик можно было бы Дукс взять одну ночь переспать я не знаю пойдем в ресторан кушать пойдем готовую еду закажем видно будет ну вот коридор номер пять комната номер пять не люблю комнаты называть номерами небольшая вентилятор спрятан правило проживания в отеле стандартная телевизор вид из окна какой сейчас уже темновато поэтому может быть не очень хорошо будет видно видно парковку что нам будет машину сюда поставить и с другой стороны поставил не знал где будет двуспальная кровать шкаф Татьяна Владимировна там уже повесил свой макинтос тут ничего нет но такой маленький скромный маленькая скромная комната 35 евро отдал за одну ночь с завтраками ну и санузел естественно как всегда чистенько ничего там не прилипшие к стенкам волосы чужих нет вода есть шампуньи есть фен есть ну как бы так ну все поздно я не знаю не поздно приехали сейчас темнеет не рассчитываю посмотрел в интернете там ничего такого особого нет домики пойдем с едой что-нибудь придумаем так приехали мы в центр города городок небольшой население в нем три с половиной тысячи жителей ну там не ровно там 35008 или 10 что-то такое ну неважно находится в Люблинском воеводстве то есть чуть-чуть приурал что по центру ну как бы он по отношению севера и юг более-менее по центру но тяготеет к востоку ну как бы такой аккуратный городок вкратце история история маленькая у него небольшая вернее как город он не основан был а статус города получил в 1417 году ну потом статус ну скажем так как в средневековье в поздние или во времена раннего классицизма в 16-17 веках утратил статус города до конца начала что я говорю до начала 20-х годов когда Польша получила независимость и президент Пилосуцкий дал городу Котску вновь статус города и как бы вот он вот такой вот весть по традиции как во всех польских городах красивая церковь такая самобытная самое интересное не все ну пусть там может быть богатые небогатые но своеобразная архитектура я уважаю поляков ну а не католики преимущественно в заре их даже не религиозность а все целые отдают себя служению или как бы веру в Бога здесь на каждом куда не пойди везде что-то связанное с религией памятники вот тут это кто святая Елена тут разные святые Иисус Христу и Иисус Христо распятая на кресте церковь в 1789 году построена в 1798 году реставрированная и в 1950 году еще раз она реставрирована вот фасад такой красивый еще раз повторюсь аккуратный провинциальный польский город напомню что с начала 18 века до начала с начала 19 века до начала 20 века был в составе Российской империи вот фасад вот тут я вам упал во втором я его знаю уже в лицо могу узнать там служба нет не пойду не хочу тревожить чувства верующих видеосъемкой ну скажем так кто хоть раз в церкви был представляет что там творится пойдем дальше хочу показать тут одна вещь то есть экскурсия прогулка будет недолгой дворец княгиня анна яблонская есть то есть конца 18 века там 1775 и 75-х годов посмотрим сохранившись не знаю что будет тут видно с 20 до 6 00 вход запрещен а 20 00 еще нет так что как то так еще раз напоминаю что мы находимся в Польше в городе Котск сейчас октябрь 2022 года прекрасная погода улица плюс 15 градусов золотая осень единственное что да сумерки уже и подходим к дворцу княгине Аннея Боломской сейчас поближе покажу но я же отсюда среди листвы вижу что такое монументальное сооружение мостик через ров не знаю может тут рвата не было конечно защищаться не от кого было не от кого было просто как бы дань традиционной средневековой жамковой архитектуры а может быть водоем какой-то был река Текова а может просто как-то не лощина а враг был вот так аккуратно сделан еще раз говорю он построен в конце 18 века внутрь мы туда не попадем а может быть попадем посмотрим вот красиво пока зелья есть пойдем посмотрим у вас зажлив сам дворец в принципе тут открыто но вообще все закрыто и света нет ладно наверное музей сделал дом-музей к Евгене Анне через колоннаду две колоннады слева справа через правую и вышли тут выход в парк даже не знаю что сказать хотелось бы прогуляться но темнеет и такое слегка запущенное состояние наверное видимо из-за того что листья падают не буду жить каждый день убирать и вот там водоем какой-то я не знаю если я найду название озеро не очень хорошо видно и на берег озера мы скорее сюда не попадем то есть берега заросшие там и травой и кустарником и деревьями погулять по парку просто уже поздно темно в темноте и как бы нам мы сегодня больше 12 часов были в дороге хочется немного отдохнуть покушать что-нибудь а что мы будем мы сейчас подумаем хочется и в ресторан хочется и доставку сделать хочется в интимной обстановке приватной посидеть может быть не знаю в магазине что-нибудь готовы вот завтра нам тоже будет двигаться дорога дальняя поедем в Словакию куда мы поедем потом покажу и объясню там завтра гораздо меньше нам двигаться нужно будет ехать то есть я надеюсь что днем приедем на место там будет кое-какие мероприятия вот вот как-то так наверное основные церковь и дворец этот чисто да построен самый пик когда в море было тут неоклассицизм стиль сразу и на колон кругом везде в то время строили так пойдем дальше на площадь угадайте как она называется естественно площадь Анны Углаунской наверное единственная такая видная деятельность здесь ну извините жители уходской за то что может быть не все показал я просто не знаю действительно интернет обшарил так ничего и не нашел больше ну городок сам атмосферу можно показать и затем нам предложил сходить кебаб взять на вечер шаверму сейчас мы вернулись обратно в гостиницу сходили все-таки не стали там кебаб брать что-то не понравилось нам бывало и лучше взяли в магазине тут так порезает что-то темно тут а тут свет больше не включается какой-то паза лампочки перегоривших вон ладно решили находясь в Польше конечно у нас тоже много чего продается ну какие-то тут свои ништяки обязательно надо зубровку попробовать вода была тут комплимент от гостиницы не знаю можно ее забирать нельзя с водой вести что-то холодные закуски тут сделаем это рулет шпината ну то есть мясной шпинат мясной рулет с шпинатом это тоже индюк желе филе индюка в желе это сыр с белой плесенью белый это намазка сырная с зеленью не решили попробовать у нас нет заливной сом заливной из сома огурцы огурцы и бул если немного останется завтра на завтра подъедем такие мини багеты ну так и так а ну сок андарин манго маракуйю мультипрут короче что перекусим ляжем спать в ресторане не пошли потому что там процедура долгая пока заказываешь пока приготовят пока эта часа два пойдет у нас просто времени нет спать хочется ну все приятная вам нам всем аппетита перекусим пить то все не будем соблажно берем завтра допьем после завтра будет видно ну все до завтрашнего дня встречаемся на завтрак заказали вещницу на завтра сейчас покажем в плечке резки скол это ну чуть-чуть не надо Ну ладно, я сниму тут чирчук, я не брал рукой, пока я набрался А вот помидоры, сырелый, творцы, напитки, пекур, а вот это вот выложено Тебе взять? Короче, ну правильно мы с Татьяной Владимировной тут Разные, еще йогурт упер, правильно, пригодится Сегодня нам нужно позавтрать так, чтобы потом не обедать Дорога дальняя, разные нарезки взял, мясные Салат, колбаски горячие типа, сейчас уже, наверное, горячие Порезанные томаты, огурцы и блин Сейчас еще омлет, паштет, яичницу должны привезти и кофе Ну, выписались мы из этого гостеприимного места Отель «Президент» в небольшом городке в Польше В небольшом городке Котск в Люблинском воеводстве Очередная точка на карте поставлена Ну, город такой Для переночевать Хватит я, Татьяне говорю, может сюда на две недели Останавливаться Только бухать без права Не, ну, хотя, может в окрестностях что-то интересное есть Ладно, поем дальше Вперед к новым вызовам Попробуем Попробуем Прорабуем